Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова и сегодня у нас будет тематический «Отвечай или страдай!». Тематический он потому, что вы, возможно, уже догадались, мы вернемся в школу. И давайте начнем с того, что я знаю, что вы видели подобные «Назад в школу» видео у других блогеров, но я считаю, что это челлендж, к тому же, подходит под «Отвечай или страдай!», поэтому, надеюсь, вы не будете хейтить меня в комментариях. Все подробности, правила вы, как всегда, узнаете чуть позже. Пока хочу напомнить, что нужно не забыть подписаться на мой канал. Вот эту вот кнопочку нужно сделать серой и не смотреть видосики без подписки. Также в описании ссылка на мой инстаграм, где происходит масса всего интересного. К тому же сейчас я выкладываю горяченькие фоточки с отпуска, поэтому обязательно переходим и подписываемся. Ну а теперь мы погнали! Итак, друзья, сегодня я буду, конечно же, со своими коллегами-коллегами с каналом. Твори, избей сегодня, мы будем, ребята, ну я думаю, что вы поняли. Посмотрите, как они выглядят сегодня, красавчики. Все в школьной формочке, такие мы прям вот. Короче, суть видео простая. Нам задают школьные вопросы, мы на них либо отвечаем, либо не отвечаем. В общем, все как всегда. Да, как всегда. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну ладно, такого не будет. Короче, знаете, знаете, что будет не так, как всегда? Что будет? Сегодня тот, кто победит и ответит на большее число вопросов, сможет порадовать именно свою аудиторию классными призами. Ого, какими призами? То есть, погоди, если я выиграю, я смогу разыграть их среди своих подписчиков, это как? А это вы узнаете чуть позже, я вам все объясню, а сейчас мы начинаем. Подождите, подождите, перед началом, знаете, что забыла сказать? Вы, возможно, заметили, что Серега у нас сегодня немножко официальнее, чем все остальные выглядят. А галстучек, пиджачок, это потому что он сегодня ведущий, типа учитель, он будет сидеть за вот этой вот учительской как бы партой, ну типа стоять и задавать нам вопросы. Он будет сегодня боссом, ты сегодня босс. Так, все, Даванкова, хоть болтать, иди на место. Все, ребята, садимся по местам, садимся, урок начинается. Ну что, друзья, как всегда, скидываемся на камень-ножницы, опять назвала вас друзьями, как так? Скидываемся на камень-ножницы бумага, чтобы узнать, кто первый. Сегодня я ведущий, сегодня я решаю, кто будет начинать первые. Да в смысле? У меня по журналу, сегодня отвечаем по алфавитному порядку. Е, Е, Мельянов. Так, ты, Даванкова. Даванкова, А, Б, Б. Я первая, я первая, как всегда, блин, как всегда в школе. По моему журналу Даванкова отвечает первое. А Сережа, может, он первее? А Сережа? Нет, Сережа, это Сережа, Сережа, мой любимчик. Сережа молодец? А Сережа молодец, просто Сережа будет последний. Отличный, великолепный. каштег серёжа молодец о давайте давайте пишите вот так вот подхалимство на такое понятно они говорили так у меня первый вопрос готов до ванкова ты готова отвечать на второй год до ванкова на ответ у тебя 30 секунд по истечении 30 секунд ответы не принимаются понятно понятно сколько звуков слове конь сколько звуков слове конь так ну-ка это звук мягкий знак это не звук три звука 3 звука 3 звука 3 звука 3 закройся любимый стоп ответ принят и это правильный кто там следующий емельянов по-моему е емельянов опять бестолочь это а почему не легкие вопросы конь сколько звуков ты еще не слышал свой вопрос может тоже легкий емельянов что-то постоянно возмущаешься ладно давайте вопрос кто написал произведение тарас бульба серёжа сейчас не твой вопрос серёжа потом ответишь он у меня спрашивает хочет подсказку емельянов сейчас тебе два поставлю списывать нельзя время там на исходе я помню 7 секунд осталось я не уверен но я предположу это написал гоголь николай гоголь это правильный ответ а мы переходим к нашему любимому ученику серёженьке так что там разговариваете опять переговариваете записки свои передаете емельянов я знаю люблю даванкову да на парте что написано люблю даванкова какова доля азота в атмосфере серёженька скажи пожалуйста вы что радуетесь как будто вы знаете ответ мы знаем ответ ага доля азота в атмосфере серёжа в атмосфере в процентах серёженька 10 секунд у вас осталось на 5 будет 5 процентов туда-сюда разница принимается давайте на 5 серёженька твой ответ стоп успел ответить серёженька а процентов у нас серёженька 78 и чуть-чуть у тебя 3 процентов мы сказали 5 туда-сюда нет стоп 70 это же ну 78 то есть 70 5 в каждую сторону округля смотрите 78 если на то пошло округлить то это 80 но мы озвучили 5 процентов поэтому всё честно всё правильно сергей не ответил да как мне ну 78 уже начинается с 70 нет у всех по одному баллу серёженька ответ не принимается сергена ребята напишите если вы на моей стороне 78 это 70 десятки это в одном пишите хэштег ребята играют нечестно да я чё-то так залипла короче я обожаю просто все эти красивые ручечки карандашики эластики это вообще была моя любимая часть школьной жизни выбирать красивую канцелярию первому сентября и между прочим вот эта вот вся красота которая у нас с вами лежит на партах достанется кому-то из наших подписчиков а это и есть да кому-то будет очень радостно начинать новый учебный год я хотела рассказать об этом в конце ну ладно раз уж начала теперь пока не расскажу не успокоюсь короче сегодня тот из нас кто ответит на большее число вопросов сможет в своем инстаграме именно среди своих подписчиков разыграть готовый набор канцелярии от берлинга я сама составила его из тех предметов которые мне больше всего понравились идите сюда я выбрала вот такой вот офигительный рюкзак берлинга эксперт плюс magic он очень приятный на ощупь и с крутейшим принтом посмотрите на эту девочку милашку мне хочется просто вот так вот сидеть и гладить но это еще не все к рюкзаку у нас идет вот такой вот парный пенал берлинга magic точно таким же принтом как и на рюкзаке лично я обожаю когда школьные предметы в одном стиле или даже парные как сейчас идеально сочетаются друг с другом у берлинга кстати очень много таких вот парных серий дальше у нас идет крутейшая серия берлинга фьюз тут ластики точилки корректоры клей-карандаш линейки дырокол и карандаши не так нравится что все такое яркое главное так друг с другом сочетается мне кажется учиться намного приятнее когда даже твой ластик может поднять себя настроение на скучном уроке одним своим ярким цветом я вот сейчас пока рассказываю понимаю что и себе в универ можно такие взять мне там тоже нужно настроение поднимать и мама моя братских не отказалась так ладно что-то я замечталась по ластиком у нас еще не все у меня здесь ластики берлинга спаркл фэнтези и хейс я не знаю зачем кому-то может понадобиться столько ластиков но я бы их носила чисто чтобы ими любоваться а чтобы было что стирать я кладу вам наборы карандашей берлинга инстинк дотс и стрит-арт мне кажется эти карандаши идеально подходят к пеналу который я для вас выбрала дальше у нас идут разноцветные гелевые ручки берлинга бриллиант таких еще ни у кого нет это целая серия разных бриллиантовых оттенков и они не просто разноцветные а еще и с блестками посмотрите просто как она рисует мне кажется это отлично подходит тем кто рисует скетчей любит рисовать на небольших форматах бумаги они заменяют целую корзину художника ими даже акценты можно расставлять идеально подходят и для учебы и для творчества ну и конечно классика синие шариковые ручки которые нужны всем и всегда их то уж точно не бывает много поэтому я кладу вам сразу все наборы которые у нас здесь есть и веселые разноцветные и строгие классические в общем самые разные главное что все очень качественные все прикиньте сколько всего крутого можно выиграть на несколько лет вперед хватит поэтому обязательно досмотрите ролик до конца чтобы узнать условия розыгрыша ну что ребят продолжаем продолжаем а у нас следующий раунд ребята продолжаем до ванкова готова отвечать понятно опять домашку не выучила какой предмет хранила говорящая голова из поэмы руслан и людмила пожалуйста ваш ответ время пошло до ванкова предмет я понятия не имею не учила литературу опять шкатулка время принято а давайте сереженька ответим я отвечу да я знаю так ваш ответ шкатулка а правильные ответы мяч 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 сереженька я знаю тёмную тёмную устроим после уроков твои конечно так хватит там опять разговаривать то вы все не наговоритесь никак после урока будете во дворе разговаривать твоя шкатулка приносит тебе не одного балла серёжа правильно ответил я же знал я сказал вам что я знаю серёжа молодец ну что анатолич готов ваш вопрос сколько прабабушек может быть у человека время пошло что он тянется опять что такое но я вообще-то тоже знаю ладно я не буду вот так вот вот я знаю что серёжа я знаю честно а ты нет честно и вам время твой ответ про бабушки или а уже извините слово 8 мы сказали после того как закончилось время ваш ответ был 2 2 это не нажатие на кнопочку потому что это не правильный ответ а правильный ответ сколько кто написал произведение гранатовый браслет гранатовый браслет а что колец нет что ли у школьников серёжа время гранатовый браслет написал сергей анатолич да куда вы тянете не знаете ничего серёженька время вышло и я твой ответ уже не приму мы можем хора мы можем хором с ванечкой ответь давай 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 расскажи vannacher ответить да ванечка сначала сказал я предположу что это бунин это куприн а александр куприн он все правильно правильно Давайте куприн правильно добавить &наче мы можем добавить хору давай дальше и сергей анатольевич при каком российском правителе состоялась бородинское сражение время пошло 10 секунд я 10 секунд и время стоп время вышло вопрос как называется шестигранник у которого все грани параллелограммы 10 секунд и вам время вышло ответа мы от тебя не получили это правильный ответ до онколог знает но не на свой вопрос не оправдывается сергей анатольевич прекратить этот балаган давайте переходить иван после звоночка ответы не принимаются сдаем листочки и все сереженька у нас следующий вопрос и все это истории так поехали вопросик какой газ преобладает на солнце а это у нас на какую букву начинается преподаватель, дайте вам подсказку для всех ребята, а это вопрос теперь для всех водород, молодец а поздно, а все уже, а все уже, а надо было раньше да я знал, я знал, я знал, я просто растерял да все понятно у Сережи опять 0 баллов, у меня один, Ваня у тебя тоже один ну что ж, друзья, переходим к последнему раунду это уже последний? сейчас что, победитель определится? сейчас все, решится мы с Ваней поборемся, поборемся в каком году был открыт новый свет? время пошло время пошло я не знаю Сереж, у нас открыт как был с Ваней новый свет новый свет он один это типа, наверное это типа, наверное, уже 20 секунд прошло 1512 стоп 1512 ну, в принципе, в принципе, дванковую историю ты знаешь но ответ 1492 год нифига, так близко ты всего-то, всего-то промазала на 20 лет ну да не так сильно вообще не так сильно, как я на 8 70 и 78 блин, была Антон, ты такая сегодня да, я такая, я такая ну ладно, не засчитываешь ты мне, конечно, да, Сергей? конечно и мы переходим к Ивану Иван назовите, пожалуйста Иван столицу Литвы время пошло Литва Литва так Латвия Карибен это Прибалтика там Эстония рядом Литва Глобус А, Вильнюс я знаю это Вильнюс ну, в смысле это мой Вильнюс Вильнюс это мой ответ да Вильнюс так, сейчас, сейчас, секунду барабанная дробь и это правильный ответ ну фига себе просто Вань а Ваня победил даже если Серега сейчас ответит у него будет один бал у меня один а у Вани два а есть суперсложный вопрос, который даст два балла а давайте Сереге такой вопрос запустили давай давай ба 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 и если он отвечает то они будут соревноваться с ним еще хорошо давай Сереж я учил я учил Сергей Анатольевич я учил давай только сложный вопрос давай Анатольевич сейчас сделаем Манила является столицей время пошло Сережа ну давай Сереженька давай давай напрягай мы с тобой проходили вакцией там отдыхают все popping отдыхают город без денег город без денег они манилы сережа назови что нибудь азвучное я не знаю серёж пять секунд tiếng ну пусть мальди мальди пускай будут ну это острова пускай будет мальдивы Убедим, будут острова. Но... Наш ответ, Серёжа... Давай, 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 порадуй, Анатолич. Это... Филиппины! Я же знал! Ваня, что, победил?! Ванечка!!! Давай, давай поздравим его! Я знал! Я выиграл этот конкурс! Что-то Серега не рад за тебя. Я был в шаге вообще от вот этого вот-вот всего. От вот этого вот-вот. Я очень рад. Слушай, а я же тоже твоя подписчица. Можно я выиграю в розыгрыше? Я просто так это все хочу. Нет, все должно быть по-честному. Ну ладно, тогда объясню условия конкурса. Они на самом деле простые. Ваня разыграет набор, который я вам показывала, который я для вас собрала в своем инстаграме. У него под последним постом, там такая фоточка у него. Вы заходите под этот последний пост и оставляете там как можно больше комментариев. То есть обязательно нужно лайкнуть его последний пост, написать комментарий и быть подписанным на Ваню. Именно по этим условиям мы 2 сентября найдем нашего победителя. Вот здесь вот плашечка с Ванейным инстаграмом. В описании тоже есть на него ссылка. Обязательно участвуйте и следите за всеми подробностями. Он там расскажет во сколько будет розыгрыш, когда он объявит победителя 2 сентября по времени и все такое. Так что обязательно участвуй и возможно именно ты пойдешь в этом году в школу с крутейшей канцелярией. Лично мне доставило огромное удовольствие щупать все эти карандашики, ручечки, ластики на протяжении ролика. Так что я уже завидую победителю. Ну а те, кто не выиграет, не расстраивайтесь, а просто приобретайте продукцию Берлинга. Она вам точно понравится. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем. Ребят, ребят, меня не заботит. Ой, ой, ведущий, ведущий. Забыли преподавателя. Лайк за ведущего, лайк за ведущего. И хулиганы, хулиганы. И обязательно помните, что мы вас всех очень-очень любим. Всем пока!